Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Киев, и сегодня у нас новая серия на проекте Amazon HolyPlay. Если что, играю на первом сервере, мой ник Кирилл Путбуль, не забывайте вводить мой ник при инстрации, и также не забывайте вводить мой промокод. Пишите вместе к апсам Кирилл Гейм, на пятом уровне вы получите 50 тысяч, на десятом уровне вы получите 100 тысяч, то есть в общей сумме вы получите 150 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Amazon HolyPlay. Ну что ж, как вы поняли по названию, я полностью протюнил свой КамАЗ, ну я думаю все смотрели предыдущую серию, где я рассказывал, как я купил этот КамАЗ. И я вот решил поставить на него красивые номера, и я его полностью затюнинговал. Пока что я специально так заехал, чтобы вы не видели номера, которые я поставил на КамАЗе. Они довольно-таки прикольные, они мне нравятся, и я объясню почему. Это сразу говорю не фулблат, потому что все фулблат номера заняты, абсолютно все на первом сервере фулблат номера заняты. Поэтому я просто поставил красивый номерочек, который мне очень даже нравится. Но давайте перед этим мы посмотрим, как я покупал номера, за сколько я их купил, и как я ставил номера на этот КамАЗ вчера. Продолжение следует... Ну что ж, вот вы посмотрели, как я покупал эти номера, и как я их ставил. Покупал я эти номера за 3 миллиона, пацаны, 500 тысяч у подписчика. За что ему большое спасибо, что он мне их продал, потому что у него хотели их забрать за 4 миллиона, вроде бы как. Я с ним договорился за 3,5. И я ему отдал, получается, почти все свои деньги, ну или все свои деньги, я уже не помню. Я просто взял, у меня было лям, по-моему, 600, примерно столько у меня было, может быть меньше, я не помню. И, короче, мне пришлось взять деньги с общака, и я купил эти номера. Но не думайте, что я такая скотина, вот, типа, вы там деньги кидали. В том числе я тоже кидал почти каждую неделю, пацаны, 500 тысяч. Я как бы человек нормальный, и поэтому я эти деньги вернул. Я уже почти вернул, там, около, наверное, 600 тысяч. Сейчас я вам покажу, вот, история общака. Все снятия, давайте я вам покажу, видите, я вчера снял 2 миллиона 300 тысяч с общака. И, получается, уже вернул. Я, получается, вернул сначала 130 тысяч, и сегодня еще вернул 400 тысяч. То есть, 530 тысяч я уже вернул. Блин, пацаны, на самом деле, вот КамАЗ это очень классная тема. Реально, просто очень классная. Если вы хотите, я могу записать отдельное видео, в чем преимущество вообще, в чем кайф иметь собственный КамАЗ. На самом деле, много преимуществ личного КамАЗа, пацаны, личного грузовика. Очень много преимуществ. Я на себе уже эти все преимущества почувствовал. И, реально, это очень круто, пацаны. Кто не в курсе, я купил вот этот КамАЗ, получается, за 10 миллионов. Потом купил на него номера за 3,5 миллиона и потратил на тюнинг около 500 тысяч. У меня этот автомобиль, получается, в полном тюнинге. Вот номера эти, ОВВ, 3 восьмерки. В чем прикол этих номеров? Почему именно эти номера? Я, на самом деле, выбирал номера, какие поставить. Я хотел поставить изначально номера 3А, 1, 2, 3. Но, блин, я что-то передумал их стать, потому что, ну, как бы, такое себе. 1, 2, 3, буквы-то хорошие, вот именно цифры, такое себе. И я спрашивал в чате, наверное, обоечек, спрашивал Фоме. И мне Влад Реал, получается, посоветовал поставить эти номера. За что ему большое спасибо. Мне они очень нравятся, потому что, кто не знал, мои любимые цифры, это восьмерки. И мои любимые буквы, это ВЭШ. И, получается, номер получился ОВВ, 3 восьмерки. Мне он очень нравится. Как вы можете видеть, что у меня восьмерки почти везде есть. Вот, на КамАЗе восьмерки, на Гелике восьмерки, на М3 восьмерке. Ну, здесь уже, в принципе, не восьмерки. Ну, а так, я очень люблю восьмерочки. И поставил вот такие вот номера. На самом деле, КамАЗы, это выгодная тема. Там некоторые писали, что типа, вот он медленный. Но, на самом деле, да. Он едет 78 километров в час. С чипом, получается, в нём чип стоит. Но, блин, я на нём, пацаны, уже поднял миллион. За два дня я на нём поднял миллион. Я вчера работал и сегодня. И я вчера заработал 600 тысяч. И сегодня я на нём уже заработал 400 тысяч. Денег у меня вообще не осталось, на самом деле. Вот, 5 тысяч у меня. И в банке у меня, получается, 19 тысяч. Но, ничего страшного, потому что я взял, как бы, деньги из общака. И я обязан их вернуть. И я вот работаю. Деньги, которые я зарабатываю, я обратно возвращаю в общак. Давайте я вам покажу карпас, что вообще с этим КамАЗом. Как бы, вот, 157 ID. И у нас здесь, пацаны, просто полный тюнинг. Вот, КамАЗ, номера. У нас стоит улучшение двигателя, сигнализация, антирадар. Как бы, вот, полный просто фарш. К сожалению, нельзя поставить на КамАЗ с нитро. Я бы на него поставил. Но, к сожалению, этого сделать нельзя. Целостность уже 94, потому что я уже на нем накатал 1100. Я уже накатал на этом КамАЗе. И заработал уже миллион на нем, понимаете. Как бы, я уверен, что за месяц, ну, максимум 2 месяца. Если буду каждый день работать, там, хотя бы по 2-3 часа. Я спокойно окуплю. В итоге, мне этот КамАЗ, получается, вышел в 14 миллионов, пацаны. 14 миллионов я отдал за этот КамАЗ. Ну, 10 миллионов стоит сам КамАЗ. Тюнинг стоит 500 тысяч. И номера 3,5 миллиона. 13 миллионов я отдал за этот КамАЗ. Я считаю, что это довольно-таки нормально. Я, на самом деле, не жалею. Мне очень нравится КамАЗ. Это чисто моя такая рабочая лошадка. Я работаю только на нем. Как бы, да, возможно, я могу взять спокойно в компании, допустим, Рено Магнум, который едет 130. Но мне очень нравится работать на личном КамАЗе. И из-за того, что я работаю на личном КамАЗе, у меня очень хорошее преимущество. Но, повторюсь, если хотите, чтобы я снял отдельное видео и показал и рассказал о преимуществах личного грузовика, то обязательно ставьте лайки и пишите в комментариях. Я, на самом деле, очень доволен, что стоит гидравлика. Возможно, да, это, типа, немножко перебор, то, что я поставил гидравлику. Но, на самом деле, это очень круто. Это тоже его преимущество за счет того, что стоит гидравлика. На обычный, получается, грузовик арендованный, либо из компании, вы гидравлику не поставите. С помощью гидравлики я спокойно проезжаю, допустим, шлагбаумы, всякие неровности и так далее. И спокойно могу довезти груз. Вот такое вот получилось видео. Я, скорее всего, оно будет короткое, но решил рассказать вам, что я очень доволен. Я полностью его протюнинговал, поставил номера и просто радуюсь, не нарадуюсь. Всем спасибо за просмотр. Об этом ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вводите мой промокод и ждите новых серий. Ах, да, еще забыл сказать про то, что я уже, пацаны, вкачал, получается, 24-й скилл. Уже совсем скоро вкачаю 25-й, поэтому ждите от меня будни дальнобойщика. Но если, конечно, вы хотите будни дальнобойщика, то я буду их снимать. Субтитры сделал DimaTorzok